Крестный ход уйдет под лед, переживают работники МЧС. Аномально теплая погода держится в республике уже довольно долго. На улице картина, которая больше напоминает весеннюю отепель. Липкий снег и, соответственно, тонкий лед на водоемах. А ведь не за горами, а главный православный праздник – Крещение. Вот только теми самыми крещенскими морозами пока и не пахнет. Обследовали все водоемы в округе города. Были в Новотроицке, в Белоусе, а сегодня вновь вернулись на Меликеску. Изучают маршрут, по которому в Крещение служители храма Серафима Саровского планируют повезти народ к Купиле. Прорубь в виде креста организуют где-то здесь. 20 сантиметров получается. Инспекторы поясняют, это очень мало. Например, в прошлом году лед был почти в два раза толще. Но и то поверхность скрустила и трескалась, когда на реку вышли одновременно десятки людей. Рекомендации однозначны. В этом году на Крещение выходить на лед опасно. Центр Гимс каждый день промеряет толчу 0D. Из-за этого и рыбакам мы не рекомендуем. Ну, рекомендации и рекомендации. А запретить мы не можем. Это русский православный праздник. Не могут запретить купание на Крещение. Не могут прогнать с тонкого льда рыбаков. Лишь предупреждают и объясняют. Раздают памятки. Одним из главных факторов, говорящих о том, что лед сейчас крайне надежный, является то, что оставленный след, например, валенком на поверхности реки, тут же заполняется водой. Лед рыхлый, сверху толстый слой снега, но бур очень легко проходит и быстро пробивает всю толщину льда. Правда, рыбаки такие условия считают приемлемыми. Не холодно и, по их мнению, вполне безопасно. Здесь на Меликерске любителей подледного лова довольно много. Сидят они кучно и не беспокоятся о том, что поверхность может не выдержать. Ну, это что рискать, не рискать. Если бы риск был, там другое дело. А так-то лед толстый, ничего опасного нет. А вот крестный ход по реке, уверены при этом рыбаки-одиночки, затея действительно опасная. Массу людей, собравшихся в одной точке, этот лед вряд ли выдержит. При этом, констатируют в МЧС, идущее похолодание ситуации не исправит. Даже лютый мороз за эти дни не успеют достаточно укрепить лед, ведь он покрыт толстой шапкой рыхлого снега. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.